Ассаламу алейкум, приветствую вас. Друзья, хочу сегодня с вами поговорить о восстановлении прохода в ноги. Недавно был на соревнованиях, где секундировал своих одноглупников и увидел очень много спортсменов, которые недорабатывают проход в ноги, они его начинают в цели реализовать, встречаются с защитной реакцией своих соперников и на этом забрасывают прием, недорабатывая его, то есть не восстанавливают его до правильных кондиций для того, чтобы реализовать его. Поэтому хочу продемонстрировать вам основные положения, к которым вы должны прийти. Начнем мы с вами сразу с прохода в ноги. Я вам покажу правильное положение, которое нужно занять для того, чтобы реализовать проход в ноги и поможет мне в этом Сергей, мой одноглупник, занимается у нас в зале. Ходит на вольную борьбу, поэтому если вы встретите на соревнованиях, понимайте, что два балла он по-любому заберет и не даст себя уронить. Привет! Давайте начнем. Для того, чтобы сделать правильный проход в ноги, мне нужно своим коленом занять линию между ног своего соперника, для того, чтобы центр его тяжести забрать на себя. Я прохожу в ноги, колено у меня находится на линии, как мы с вами говорили. Между нами второе не должно быть никаких люфтов, то есть я должен максимально его прижимать к себе, чтобы не было никакого пространства между нами. И третье у меня должна быть прямая осанка. Все, свою голову прижимаю к своему сопернику, и в этом положении я либо отрываю его от поля, либо стою на ногу, поднимаю его за ближайшую ногу и подсекаю вторую ногу. Тем самым перевожу его в партер. Это те важные положения, которые мне нужно соблюдать, для того, чтобы реализовать свою технику. Дальше. Я прошел в ноги, соперник защищается. Защищается, видите ли, от бруса на ноги. Что и произошло? У меня осанка согнута, между нами появилось пространство, и центр тяжести сейчас находится не за мною, а центр тяжести находится сейчас на моем плече, тем самым загружая меня. Смотрите, я когда начинаю защищаться, отбрасывать свои ноги, я своим весом начинаю давить на его плечо, тем самым он теряет захваты, и вот плечи становятся ниже его захватов. Благодаря этому я могу спокойно зайти за спину, то есть защититься в полной мере. Для того, чтобы это не произошло, что мы делаем, я прошел, сбрасываю ноги. Я восстанавливаю прогул ноги, для этого мне нужна моя толчковая нога, которую я буду отталкиваться, и своей опорной ногой забирать центр тяжести. Все, потянулся. Смотрите, я восстанавливал все три положения, о которых мы говорили. Центр тяжести теперь за мной, у меня вторая нога толчковая стоит рядом, спина прямая, между нами нет люфтов, и теперь я могу также оторвать его от пола, либо встать на вторую ногу, и перевести соперника в партер. Давайте сейчас я наглядно вам покажу, как это выглядит в борьбе, без пауз, как вы должны, не боясь реакции своего соперника, продолжать развитие вашего прохода. Это один вариант, когда мы прошли в ноги сопернику, он свои ноги отбросил, и как вы обратили внимание, я своей толчковой ногой оттолкнулся, опорной ногой занял центр тяжести, между нами не было люфтов, а санка у меня прямая, тем самым я могу оторвать от пола, либо встать, как я и встал, для того, чтобы дальше перевести своего соперника в партер. Это один из вариантов развития, которое чаще всего встречалось мне, когда я смотрел соревнования. Были еще моменты, когда соперник просто ударил ногу своему оппоненту, и вместо того, чтобы с этой ногой продолжить переводить оппонента своего в партер, люди ее отпускали, и как-то вообще игнорировали подарок. Давайте я вам продемонстрирую. Смотрите, я сейчас неправильно отдал ногу своему сопернику, он поймал мою ногу, и вот 2-3 таких эпизода было, в том числе нашего наглубника, которому подарили ногу, и он с ней как бы правильно отработать. Что делал верхний? Он просто заходил за спину и забирал спину своего соперника. Делал правильно. Что должен был сделать нижний, для того, чтобы восстановить проход в ноги, и доделывать его правильно. Давайте, сейчас я буду прям номером, и покажу вам. Перевод вниз, и куда-нибудь заходи. Мам, я поймал ногу. И смотрите, что я должен сделать. Я должен, получается, развернуться к нему, взять вторую ногу. И сейчас, Мам, я толчковой ногой опять потянулся к нему, и свое колено поставил в центре тяжести, и все как было в начале. Либо я его отрываю, либо я встаю с прямой санкой и перевожу его в парк дальше. Таких вариантов развития я могу вам привести очень много, но они все будут сводиться к дому и тому же. Главное, что я хотел до вас занести, это то, что есть основные положения, которые вы должны выигрывать. Очень важно делать любую технику осознанно. Вы должны понимать четко, что есть основное, и на это накладывать должны практику. И тогда у вас все это будет получаться на соревнованиях, в конкурентных сводках, на тренировке и так далее. Поэтому для тех, кто хочет разобрать восстановление прохода в ноги, в эту субботу у нас в зале Роме Фемили 30 сентября в 10-й ноль будет проходить тренировка на эту тему. Поэтому будем всем вам рады проходить вместе по тренируемся и разберем все ваши ошибки и отвечу на все ваши вопросы. Продолжение следует... Продолжение следует...